Доброе утро всем. Видите, у нас тут какое утро. Все уже в старых рукавах. Я иду домой уже на обед. Почему на обед? Потому что, в общем, у нас завтра праздник. О-о-о. О-о. Чарли, ну ладра. Завтра у нас день Андалуси. Чарли! День Андалуси. Поэтому праздник. Все будет закрыто. И я в том числе. Поэтому мы работаем сегодня. И вот клиентка, которая вчера позвонила, нужно сегодня ее уложить тоже. А сейчас я еду за мусорными мешками, которых у меня нету. В общем, опять в магазин. Смотрите, какую себе тележку приобрела. Точнее, это не тележка. Точнее, это тележка и сумка для покупок. Вот такая сумка для покупок. Ну, я не пользуюсь пакетами такими. Поэтому, мне кажется, очень удобно и прикольно. Такая вот сумка. Ой-ой-ой-ой. Я же... У меня есть сумка для... Тележка для покупок. Но она уже такая старая, что... Ее выбросить давно пора надо было. Вот. И вот в Lidl привезли вот эту вот тележку. На ней перевозить все, что хочешь перевозить. Можно, видите. Она складывается вот так вот. Маленькая совсем становится. Сейчас сложу. Вот так вот, видите. Вот так совсем маленькая. В общем, в багажнике у меня будет валяться самое оно. И если что-то тяжелое, то просто на нее вот так поставил. И повез. Как вам идея? Классно же. И прикольно, и красиво, и вообще. Сумка тоже складывается. В общем, да. Я себе отворю. Представляете, стою, поехала в магазин. Специально для того, чтобы купить макароны и мусорные мешки. Стою уже у кассы такая. Стою. Что-то, ну, рассматриваю все. Лежу, макароны лежат. Блин. Я же макароны не взяла. Хорошо, хоть у кассы продавались. Представляете, а то бы уехала без макарон. Потому что у меня сегодня макароны по-флотски. По-флотски. Там вот остался фаршик. Добавлю макарошки. А это мужу. Сделала уже салатик. Ну, здесь помидорки черри и авокадо. Еще что-нибудь туда запекать. Что-то не придумаю, что. Ну, тут по-флотски еще что-нибудь найду. Туда бы запекала. А, вот табурчик у меня есть. Уже гнилой. Два гнилых. Так вот и покупаю. Овощи, фрукты, массы продукты. Все гнилит. Не успеваем поедать. Если морковка есть, надо сделать сегодня корейскую морковку. Что-то мне и запихать туда нечего. Помидоры, помидоры я уже не купала. Еще нету больше ничего. Лук, что-то лук не хочется. А тут тунец может быть добавлено. В общем, сейчас посмотрим. А, еще водичку вот такую купила. Салой вера. Прям вообще классная она. И с гранатом. Это вот магазин, который у нас новый-то. За евро пятьдесят две бутылочки. Там я взяла как всегда. Арбузный мне очень нравится. И вот с граната попробовать. Моя чудо-тележка. Я уже в спортивной форме, потому что я не знаю, во сколько я закончу работать. Сумку собрала на всякие пожарные. В общем, чтобы быстренько или не быстренько все сделать и бежать в спортзал. Потому что завтра спортзала не будет. Так как у нас праздник. Все будут так мячать, гулять, пить и веселиться. То не будет ни работы, ни спортзала, ничего. Зато погода замечательная. Все, наверное, на пляж поедут. А я поеду машину уйти. Она у меня такая грязная. Что-то просто как вздец. Так что вот так. Ну, красивая же. Смотрите, какая веселая. Возьми ключи. Смотрите, какая веселая сумочка. Смотрите, как удобно. Все тут стоит. Класс. Я уже поработала. Хотела на пляж поехать после работы, но не рискнула, потому что не хотела идти, знаете, как голубым по Европе. Времени мало оставалось. И так, чтобы прибежать бегом туда-мегом сюда. В общем, приехала домой. И сейчас уже пойду в спортзал. Вообще, знаете, вот такое уж... Раньше ходило, темно было. А сейчас, конечно, еще день. Как-то, знаете, даже и не хочется. Как-то. Вроде бы, как еще день полный. Какой спортзал, да? Хотя потом уже выйду и будет темно. Но надо. Вы знаете, ко мне клиентка, это оказалась дочка клиентки. 13 лет ей. Ну, блин, я в такой, как говорится, так выглядела. Наверное, лет 18. Какие все-таки сейчас дети. Быстрорастущие. Страсть. В общем, прически делают. Завтра же праздник. Они поедут там с друзьями на всякие дискотеки. 13 лет. Ну, 14 ей скоро. Мы все-таки были не такие. Я в 14 лет еще, по-моему, в пупсики играла и в куклы. Какие там куда-то идти, на велосипеде ездили, на пруд купаться. Вообще, все как меняется. Чарли, ты гипнотизируешь Чарли, мячик? Тряху-гэти. Нонес-та ху-гэти? Да, он там. Тряху-гэти, бама ху-гар. Винга, тряху-гэти. Тряху-гэти, Мира ху-гэти. Тряху-гэти. Не хочешь? Ну, гипнотизируй дальше. Знаете, с этим праздником такое ощущение, что сегодня суббота, потому что народу было с утра и все в покраску. С покраской пришли. И, в общем, так устала. А потом еще опять надо было бежать. И, в общем, такое ощущение, что сегодня суббота. Так завтра еще и праздник. В общем, точно суббота. А еще самый главный какой-то праздник. Вообще, в Испании, знаете, когда праздник выпадает на пятницу, то делают, как говорят, пуэнте, мост. То есть, праздник идет, выходные идут не только пятницу, но и пятница, суббота, воскресенье. А в школах вообще сегодня, вот у меня сегодня учительница была одна, у нее выходные сегодня, завтра, в общем, до вторника она не работает. Представляете, как зашибись быть учителем. хотя вот я много раз разговариваю с ним, здесь такие дети, вы знаете, ну я не знаю, как в других, как это сказать, странах или что, но здесь такие, здесь, во-первых, права детей, да, очень защищены, и дети об этом знают, такие дети, знаете, там, ну не 2-3 года, которым 4-5, а лет 10, да, они же все знахи, они же уже взрослые, им палец в рот не клади, в том плане, что не просто не клади, на них даже посмотреть косо нельзя, они сразу начинают о своих правах, нет, есть, конечно, нормальные дети, ничего не говорю, но вот я лично, я не знаю, наверное, таких детей, для меня 10-летние, это уже не дети, это уже подростки, да, в общем, я их боюсь, я правда, их вот у нас сейчас в зале стояли, например, девчонки, они орали на весь, на весь этот, не в зале, а, как это, раздевалки, орали на весь зал, их там штук 5 было, и штук 5, по штучной считаю, раз, два, три, четыре, пять, они так разговаривали, у них такие темы, они там матом содят, у меня уши вяли, вообще, и вот я, мы с этой учительницей разговариваем, я говорю, как таких учить, я не понимаю, честное слово, им же, мало того, ничего не скажешь, так еще и учителей, как заставить детей, вот этих вот, чтобы они тебя слушали, я вот не понимаю, как, как, как вот нужно, какой-то, наверное, особый талант иметь, рвение, и вот, многие там, знаете, здесь говорят, ой, учителя 3 месяца летом не работают, потом у них всяких выходных, да, у них выходных очень много, здесь, в Испании выходных, как, каждую неделю, или каждые 2 недели, но мне никакие деньги не надо, потому что я боюсь детей, меня на тебе и нахер могут послать, и куда подальше, и ты ничего не сможешь им сделать, а знаете, еще какие родители пошли, начинаешь что-то там говорить родителям, они типа это, еще тебя и обвинят, ну, не меня, конечно, а учителя, что это вот учитель недоучил, как говорится, в общем, никакие, вот, а некоторые, знаете, завидуют прям, а с другой стороны, а что завидовать, ну, иди, выучись, и работай, правильно, они же, их же не зря учителями сделали, они же учились для этого, они же, причем, здесь вот, как, не так просто стать учителем, и также не так просто стать медсестрой, медиком, столько надо учиться, постоянно какие-то экзамены сдавать, постоянно какие-то, вот у нас в семье есть, и учителя, и медсестры, и вот они летом, учителя, да, типа, они на выходных, ага, фикушки, им нужно повышение квалификации, или еще что-то, постоянно они учат, какие-то экзамены сдают, так еще и дети эти, которых страшно, вообще, на них даже посмотреть, так засудят, правда, правда, и бывали случаи, что и, да, и судят, и все, с мобильными сидят, и вот мы что-нибудь с Надей, начнем с ней разговаривать, она говорит, нет, у меня класс хороший, вот сегодня дочка, как раз ее приходила, вот, я говорю, у вас есть в классе, такие плохие, скажем так, дети, она говорит, плохих-плохих нет, есть, которые там не слушаются, не хотят ничего делать, а вот что плохих-плохих нет, вот, поэтому, знаете, а еще есть цыгане, тоже они вот в той же школе, или там из них благополучных семей, в общем, мне кажется, что работа учителя, это совсем не благородное дело, потому что сейчас такие дети пошли, пошли, что мы, я себя вспоминаю, вот, я не такая была, вообще не такая, я и учителей боялась, вы знаете, я за всю свою школьную жизнь, вот сколько я училась, у меня ни одного пропуска не было, ни одного, ни по болезни, я вообще никогда не болела, представляете, я в школе никогда не, я помню, знаете, что вывихнула ногу, блин, вывих был, вот, вот, где, на пятках, где вот шишечка, блин, так больно было, вот это я помню, что вы думаете, я дома сидела, фикушки, меня бабушка, с палочкой, валенок надела, и поковыляла, до школы было километра три, зима, и я поковыляла в школу, а вы как хотели, хи-хи, вот так вот пропустить, чтобы школу, как это, потом же узнают все, стыдно будет, не-не-не-не, вот, и ни одного пропуска, представляете, учителей, не то, что боялась, как-то уважала, и вот сейчас думаю, что у меня-то учительница, у нас классная руководитель была, такая классная, но она есть, я вот сейчас смотрю, там, в одноклассниках на нее, блин, она же совсем девчонка была, когда нам было, когда мы учились, прям молодая-молодая совсем, вообще, и мы все равно ее слушались, как бы, да, она для нас примером была, а сейчас дети, да, что это я о грустном, просто вот все ко всему, на улице, вот они стоят, вот этими шайками, страшно мимо пройти, страшно задеть, потому что, блин, ответить ничего не ответишь, и вообще, не поругаешь, ни почему, ни по жопе не подашь, а раньше, меня никогда не били, нигде вообще не били, никогда, я очень не люблю насилие, я этого избегаю, и очень боюсь, но я знала, например, что если там, что-то как-то, мне могут и это, залепить, ну, не то, что знала, но думала, что так оно будет, была какая-то боязнь, хотя, говорю, никогда меня в жизни не били, и я никого не била, я просто боюсь, кого-то бить, кого-то трогать, кого-то приносить, какое-то физическое насилие, я вот лучше языком, вот языком могу тебя так побить, что потом будешь, как говорится, обтекать, а насилием нет, и никому, мне вообще кажется, что насилием вообще ничего нельзя добиться, ну, набьешь ты морду кому-то, дальше что, дальше что, конфликт не исчерпан, а только увеличится, правильно, правильно, то есть, никто свою правоту не добьет, а это сел, поговорил, поставил свою точку зрения, выслушал, как говорится, человека, потому что мы все не боги, мы бываем и неправы, вот, а вдруг ты в этой ситуации неправ, а это выслушал, пришли к обоюдному согласию, к выводам, и все, пожали руки, и все, если как бы поняли друг друга, то идете по жизни вместе, а если нет, ты налево, я направо, и все, без всякого какого-то мордобоя, вот, меня понесло, у меня сегодня какая-то философская такая, философское настроение у меня сегодня, да, не говорю какая-то никакая, какой-то день непонятный, пришел домой, потом ушел из дома, потом опять пришел домой, потом опять ушел из дома, все как-то бегом, бегом, вообще, завтра вот опять, завтра выходной, а после завтра опять работать, потом опять выходной, я вообще выходные здесь не люблю, почему, потому что все закрыто, что делать в выходной, магазины все закрыты, кино, ну я и думала, в кино поехать, да, что-то фильмы никакие не нравятся, все фигня вот, а что, чем еще заняться выходные да, Чарли, чем нам завтра с тобой заняться, ну на пляж мы съездим это конечно опять этот коронавирус показывает да, 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 вот любовь моя, так что вот нечем развлечься как говорится, да ой, блин чем заняться, скукота сейчас придет муж, у него спрошу, может у него какие планы а он всегда, он знаете, что-то отвечает что ты хочешь, куда ты хочешь, зашибись да я хотела, чтобы мне предложили а тут типа сама выбирай ладно что-нибудь выберем так что подписывайтесь на канал что-нибудь придумаем правильно чарли, хватит вот лизун какой-то и кошки обычно так себя лижут, не собаки а ты все лижешь и лижешь лижешь и лижешь скажи всем пока скажи всем пока скажи всем пока-пока не, не хочешь? не, не хочешь? не, вот скажи всем пока-пока не, ну ладно, пока-пока что ты гнездишься я пока крему не намазалась можно облизываться как кошка так что пока друзья всем пока